Чем старше женщина, чем ты и чем она в принципе старше, тем больше она понимает, зачем мужчине ходить, зачем ее пригласить на свидание и все прочее. Все остальное это как бы театральщина. Значит, народ, здорово! Это Шамсурин. В этом видео отлично разобран пример того, какие типичные ошибки может совершать мужчина на свидании. То есть это одна из самых распространенных ошибок, которые ты узнаешь из этого видоса. Я там как люди не понимают, что они совершают, потому что они не понимают женской психологии, как устроена их голова, да и вообще в принципе косячат. То есть ошибка такая, заканчивать свидание тогда, когда не нужно его заканчивать. То есть получается, женщина сидит с тобой, она в принципе никуда не собирается. Это раз. Второй момент из видео ты узнаешь, что и женщина даже бывает готова уже поехать к тебе домой, но ты этого не понимаешь по многим причинам, потому что у тебя в голове нет системы. И ты совершаешь ошибку. И ладно, если ты лишишься секса, ну хрен бы с ним. Сексом это не единственный смысл жизни. Но когда ты при этом можешь потерять женщину, которая тебе нравится прямо для жизни, это очень печально. Женский мозг устроен очень своеобразно. Поэтому обязательно смотри этот видос. И для того, чтобы у тебя появилась эта система в голове, тебе обязательно нужно успеть во время новогодней распродажи с 23 по 26 приобрести мою систему. Систему Шамшурина. То есть весь мой 14 и уже 15-летний опыт, который я собрал в одну систему, разделил на удобные отдельные модули. То есть все, что тебе нужно знать об общении с женщинами, от А до Я. Все для того, чтобы ты мог общаться с теми, которые тебе больше всего нравятся, которые для тебя самые желанные. То есть все это там есть. Все инструменты, все знания, все техники, все-все-все. То есть вся теория, вся практика, все собрано в одной системе, которую я вынашивал все эти годы. Это поистине уникальный материал, которым ты можешь поделиться дальше со своим сыном для того, чтобы у него все было круто в жизни с женщинами. Смотри видео, ссылка для покупки системы здесь внизу. Обязательно успей приобрести мой 15-летний опыт за абсолютно символические деньги. Это реально копейки по сравнению с тем, что ты получишь. После Нового года у тебя уже такой возможности не будет. 26-го она закроется. Все, смотри видосы. Ты когда говоришь, что она опасается, все опасаются, что очень быстро, все тебе об этом скажут. Даже самый признак... Слово ей по итогу тогда ленты? Не 20, ей 33. Но она очень молодой рубик, она стилист. Короче, крутая, симпозная. И по итогу получается то, что через какое-то время уже появляется киноэстетика, начинает трогать руки, начинает согревать, обнимаемся, целуемся через время уже. И губы. Само собой. Она что-то там торопится, как-то, как я делал их. Ну, на самом деле, поначалу, после она и целовалась, но это было закрыто позже и как-то неохотно. Да, через какое-то время, потом через какое-то время... Ну, то есть, да, она целуется. Какая разница? Ключевой факт, что это происходит. И когда ты говоришь сейчас нам, что она сказала, что она не хочет торопиться, это, ну, такое, не совсем, как бы, понимаешь? Это, я не говорю, что ты просрал свидание, потому что, как бы, самый главный, что ты сделал все, что мог, там, ну, что-то могло не получиться. Но когда ты пытаешься это сказать, ты, как бы, наверное, как мне это кажется, то есть, как будто бы оправдываешь то, что что-то там, ну, не закончилось сексом, да крест с ним, что они всегда будут говорить что-то подобное. Да, может быть... Вы сосетесь. Да, короче, по итогу, начинаем уже, да, уже ноги трогать, уже грудь трогать, но когда были отказы, если они были, то они были очень аккуратные. То есть, если ты оставлю руку на грудь, она так аккуратно жулубляет и говорит, нет. И вот так вот. Но по итогу, что уже, ну, по итогу, почти все. Я ее везде облапывал. Вы были в каком-то отдельно интимном месте, там, в этой Чайхане или бассейликине-залу? В Чайхане я приехал пораньше и на диванчиках забронировал. Ну, а там людей атов были много или это было относительно интимное место? Ну, это было, да. Как должно быть в лучших традициях? Как бы надо сделать, если, ну, машину почему зря, потому что там никого нет. Соответственно, в рейстике надо выбрать похожее по параметрам место, насколько это возможно. Нелюбная, да. Да. Ну, вот. Если были какие-то отказы, ну, то, что отказы имеется было, то и сама, говорит... Ты предлагал ей проследовать дальше к тебе? Вот надо было? К себе нет. Был момент то, что... Ко мне? Она говорит, поехали ко мне. Такого, блин, не было. Короче, она живет одна, и я ей говорю, что я консидорирую прожить до дома. Мы уже очень долго сидели. А ты живешь один? Я сейчас нет. Сейчас один? Ты почему не подумал? Ну, как бы, а если вам сказал, поехали там, ты где-то куда? В гостиницу? Может, предложить в гостиницу? Ну, зачем предлагать ехать в гостиницу? Когда мне есть такая... Ну, короче, смотри, ты ей, но... Капитан в том, что ты ей не предложил поехать с тобой к тебе. Смотри, когда я сказал, что тебе уже пора домой... Ты ей сказал. Ну, то есть нам... Стоп, стоп, стоп. Аху**ите! Не-не, не так было. Сказал бы! Нет. Он говорит, если б я сказал бы... Я слышал, когда я уже сказал, что нам уже пора домой... Нет, я слышал, что я сказал. Нет, я сказал так. Я сказал, потому что уже время... А, ну, быдом. То есть смотри, в чем грубейшая, страшнейшая ошибка? Все нормально. А я даю тебе себя трогать. Я с тобой целуюсь. Ты такой говоришь, окей, нам пора домой, ну, разъезжаться. Домой, в смысле. Ну, типа, я тебя провожу. Зачем? То есть ты сам себе... А она могла бы поехать, возможно, с тобой в отель. Ты не сделал до этого никаких предложений, ты говоришь, давай я тебя провожу. Она такая, внутри. Ну, правда, это делала бы. Я сказала, ладно. Ну, попытаться можно было. Если бы она сидела там, значит, не трогай меня, блядь. Я сказал, не трогай меня. Ну, такое у кого-то наверняка было. Возможно, я бы понял. Сказал, ладно, а что мы сидим как ебаные завтра на тренинг? Я так понимаю, ничего уже не получится, ничего не светит. То есть, как бы, на мой взгляд, прям грубейшая ошибка, что ты, как бы, сам предложил закончить свидание, при том, что все было хорошо. Нет. Она прекрасно понимала, когда я предложил... А тут ты знаешь, что она понимала. Сейчас послушай. Когда я предложил то, что она... Влад Кадоний, сади нас. Потому что я знаю, что ты скажешь, понимаешь. И я это, чтобы ты понимал. Я это тебе или кому-то другим говорю не для того, чтобы сказать, А-а-а, тупо-рылый. Чтоб ты сам понял, что, бля, я обосрался, короче, понимаешь. И в следующий раз, чтоб ты такой, типа, я не хочу так. Я сделаю. Ты наверняка надеялся, что, может быть, где-то вот на столечке, что она, когда ты будешь оправлять домой, скажет, типа, давай это. Нет. Ну, не то, что она скажет. Конечно, она не шо не скажет. Ты скажешь. Да. И та прокатит это. Да? Ну, да. Я хотел уже настоять, а потом уже у нее так. Может, Влад, когда не ты? Ну, ты понимаешь, что намного сложнее. Ты, на самом деле, очень интеллектуально, как бы, в сравнении с кем-то. То есть, выглядишь и ведешься здесь, ну, как бы, проявляешься. Это же логично, что, как бы, телка, которая приведет тебя к себе домой, это, как бы, меньше шансов, это вот у него там прокатило, как бы, чем если ты ее будешь вести к себе. Тут и так для нее, понимаешь, такая ситуация. Ну, она этого вроде бы и хотела, она вроде бы об этом и мечтала. Ну, как бы, оно сбывается, меня чел сидит на первом свидании, лапает там за грудь и прочее. Я хочу. То есть, ты меня не так срестит. Ну, что ли? Я сама думаю, какая-то охуенная. Ну, что же я позволяю. И еще и я тебя должна домой пригласить, понимаешь? Ну, это вообще будет так... Я вообще офиг, шу** или что? Как я могу? А так я хотя бы к тебе пришусь. Он меня обманул. Он близко пойдет зайдем в отель, посмотрим там, не знаю, в окно. Это же для него еще больше дискомфорт. В смысле? Если она на первом свидании идет уже, грубо говоря, я хочу... А пригласить чувака левого, блин, к себе домой, это не дискомфорт. Да может, ты его не чела, блин. Более, его на первом свидании. Я ему сказал, блин. Не, ну как бы, я бы не поймал, ты, понимаешь? Может, ты мошенник какой-нибудь. Ты сейчас там это... Я понял. Ты сейчас ко мне капнешь, пока я в душ пойду. Ну, простой стой, у меня, блин, газовую плиту с пизиной вместе с холодильником. Ну, как бы, я бы не стал. В итоге, ты, короче, поехали домой, она, там, с вами, таким взглядом, типа, жили? Нет. Короче, я сказал, давай... Уже поздно, поехали домой. Давай тебя провожу. Слово поздно было там уже? Не помню. Ну, прям важно. И уже темнеет. Смеркало. Смеркало. Что-то об этом было. Времени столько там было. Кроме поехали домой. Это переводится для меня, как для женщины, как типа, окей, свиданию, конец. Это она, когда говорит, уже поздно, ты всегда должен говорить, какой поздно еще? Там, 7 утра только, блин. Какой поздно? Если ты поздно, то сходите от меня, потому что там очень... Да я и говорю, что, получается, ты сам, как бы, сам себе, ну, грубо говоря, там, портишь вот, ну, как бы, закапываешь вот этот весь гипотетически возможный хороший финал. Просто со стороны это как выглядит, я тебе говорю. Уже поздно. А она такая, наверное, думает, какую позу. Она думает. Может, что-то не так. Может, я ему не понравился. Да не важно, что она думает. Нет, здесь уже, наверное, я даже не знаю, кем я... Причем я думал на ее вместе, что у меня со мной сразу за сиськи хватает. А то говорит, что она... Да, я ей не понравилась. Я не знаю, о чем я думал. В общем, ты говоришь, поехали, я тебя провожу. Да. И она, говорит, и она... Если какие-то были отказы, то здесь она прям взяла такой уже серьезный шаг назад. Ну, не то, что так вот, она уже подвинулась назад и говорит... Она как Рустам такая. Да. Прости, это уже лиха. Ну вот, она говорит то, что я тебя не пущу, я тебе еще не доверяю. То есть, ну... В смысле не пущу? Ты ей уже предложил, что мы поехали? Нет, нет. Я просто говорил, типа, давай я тебя провожу. Но из этого контекста это было прекрасно понятно, потому что я не говорю, типа, ой... Ты в кафе говоришь, байк, и я тебя провожу домой. Да. И она тебе говорит, я тебя не пущу. Да. Блядь, я пошел. Не воняй. Нет, ну подожди. Я говорю ей. Блан не воняй. Блан не вон в кабинете. Как переводится вот это ее, я тебя не пущу, на... В данном случае узбекский, допустим. Главедческий. Как это переводится? Она согласна. Ты не сказал, что? Поехали, ебать. Ты сказал, я просто тебя провожу домой. Ты не искал, что я зайду к тебе домой? Да. Я не сказал это. То есть ты просто поехали, я тебя провожу домой? Да. То есть ты не сказал, я зайду к тебе домой? Я так говорил. Внимай, я еще раз повторю. Так. И она говорит, нет, я тебя не пущу. Причем ты не просился. Да? 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 Да. Как это может перевести из жацкого на человеческий? Окей, я понимаю. А-ра это пила? А-ра? А-ра. А-ра, да. Это единственное чувство. Понимаешь? Смотри. Это переводится так. Я готова к сексу с тобой, но ко мне мы не поедем. Мы поедем к тебе. Ты ей про секс что-то говорил? Нет. Когда проговорил, я тебя провожу? Нет. Вот. Ты говоришь, я зайду к тебе домой? Нет. Нет. А зачем тогда ей говорить, что я тогда тебя не пущу к себе и так далее? Не пущу к себе, это переводится, я готова продолжить с тобой вечер, но ко мне мы не поедем. А раз но ко мне мы не поедем, значит, запятая, но мы можем поехать, а ты говоришь, пи***ду. Поехали. Ты понимаешь логику или нет? Воткнул человека. Нет, ну ты понимаешь, о чем это? Я понимаю. Ты просто сидел такой, как я заебался, давай угорать. Нет. Может быть такое или нет? Зачем ей вообще говорить, ко мне мы не пойдем, хотя когда в понимании обычных людей проводить до дома это проводить до дома, вот подъезд, было приятно, там, да, созвонимся, до свидания. Ну логично же. Нахер ей вообще поднимать тему дома и куда-то мы не пойдем. Ну а Blog, ну вот. Ну а, давай. А вот так вот.